Привет, друзья! С вами снова G-Love, и сейчас мы продолжим настройку дизайна нашего сайта. Смотрите, в одном из видео я сказал, что у меня появилась вот такая вот черная полосочка, вот, а у вас ее возможности сейчас еще нет. Смотрите, это полоска для выноски своих контактов. Сейчас мы сделаем в этом видео ее настройку. Второе, что мы сделаем в этом видео, это поменяем картинку-заголовку, то есть мы поменяем вот эту вот картинку и загрузим сюда другую, свою картинку. Итак, поехали! Нажимаете вот сюда, то есть наводите вот сюда и нажимаете настроить. Далее, пока у нас все загружается, смотрите, мы протягиваем и нажимаем на Header Info. И смотрите, здесь есть у нас три таких поля. Три таких поля. Первое поле – это для указания своего номера телефона. Я, допустим, укажу слой. Второе поле – это для указания почты своей. Вот. Вы указываете свой телефон, я указываю свой. И третье поле – это для указания места, то есть где вы находитесь. Ну, я напишу. Город Москва. Город Москва. И можно какую-нибудь улицу придумать, прописать. Допустим, новый Арбат 36. И нажимаем «Сохранить и публиковать». Также откроем новую вкладку для нашего сайта, чтобы смотреть, какие произошли изменения. То есть, и вот мы видим. Здесь у нас телефон, но, к сожалению, не прописался так, как мы хотели. Почта указана и адрес, да? Наш адрес. Вернемся назад и посмотрим, что я неправильно сделал. А, я понял. Моя ошибка была в том, что когда я указывал свой телефон, я между цифрами ставил черточки. Да, черточки у нас не прокатывают. Сайт их не понимает и не показывает. Значит, просто стираете черточки и оставляете просто чистый телефон. Теперь нажимаем «Сохранить и публиковать». Дальше возвращаемся сюда. Нажимаем «Обновить страницу». И смотрим, какие произошли изменения. Наша страница обновилась. И мы вверху видим наши контактные данные. То есть, телефон, почта и адрес. Вот, собственно, для чего эта полосочка нам и нужна вверху. Еще на этой полосочке будут располагаться другие определенные фишечки, о которых я вам расскажу и покажу позже. А сейчас давайте приступим к тому, чтобы поменять картинку и заголовок нашего сайта. Также вернемся в панель. Настройки, да? Это все хейдеры, инфо. Свернем. И теперь нажмем на надпись «Изображение заголовка». Смотрите. Здесь есть один очень важный момент. Если у вас дизайн сайта выбран блоком, вот таким блоком, как у меня, да? Колонка такая вот, блоком выбрана. То тогда ширина вашей картинки должна быть следующей. Она должна быть такого размера. 1170. Почему именно такого размера? Смотрите. Почему? Нажмем на «Lowout» развернуть. И у нас, смотрите. Тут напишется на размер этого блока. То есть размер 1170 – это размер нашего вот этого блока сайта. Вот ширина его 1170. То есть, и когда вы будете загружать сюда картинку, она должна быть такой же ширины – 1170. Вот. Смотрите. Тут также этот размер можно изменить. Допустим, если нажав сюда, да? Можно сделать его меньше – 922 пикселя. Выберем и нажмем «Сохранить». Чисто показывает для примера. Вам не обязательно это повторять. Обновим страницу. Видите, размер с колонка сайта стала уже – 992 пикселя. То есть, ширина стала уже – 992. И, значит, если вы загружаете под этот шаблон картинку, то ее тоже ширина должна быть – 992. Мне такой дизайн узкий сайта не нужен. Я верну все назад, чтобы ширина сайта моего была 1170 пикселей. Сохраняю. И теперь сворачиваем это дело и опять вернемся к изображению заголовку вот сюда. Смотрите. Теперь мы сюда вот эту вот стандартную картинку, мы ее скрываем. Нажимаем «Скрыть». Далее нажимаем «Добавить изображение». Вот добавить. Загрузить файл. Выберите изображение. И загружайте сюда изображение. То есть, на свой сайт. Смотрите. Еще по поводу изображения. Помимо того, что ее ширина должна быть 1170 пикселей. Открыть. Выбрали. Нажали «Выбрать» и «Обрезать». Теперь нажимаем «Не обрезать». Смотрите. Я нажал «Не обрезать», потому что у меня изображение нужного размера. Нажимаю «Сохранить» и «Обубликовать». Возвращаясь на страницу сайта, обновляю и смотрю изменения. То есть, вот какое у меня изображение. Смотрите. Помимо размера картинки. Первое. Если у вас блок вот такой, да, то она должна быть шириной 1170. Высотой, вот высота картинки, должна быть примерно 600 пикселей. Но это можно сделать больше, можно меньше. Тут вам нужно подбирать именно вручную, какая вам лучше высота картинки, да. Потому что, меняя высоту картинки, у вас будет меняться следующее. То есть, у вас будет меняться расположение картинки. Либо она будет немножко ниже. То есть, если это у меня машина, она будет, допустим, ниже, да. Вот тут будет частично прикрыта. Вот. Либо выше, да, вот так вот будет закрыта, да, вот так частично. Поэтому с высотой картинки надо экспериментировать. Но я протестировал все и к этому видеоуроку подготовился и понял, что самый оптимальный вариант для блока – это ширина 1170. Высота примерно 600 пикселей. Итак, это для блока. Теперь, смотрите, если вы, сайт у вас во всю ширину, да, во всю ширину, и в настройках у вас стоит вот здесь вот изображение заголовка, нажимаем «Сворачивать», нажимаем «Лауд», и в настройках у вас стоит здесь не «Бокс лауд», а «Вайт лауд». Это вся ширина сайта. Сохранить нажму и опубликовать для того, чтобы показать пример вам. Обновлю страницу. Смотрите, если мы поставим во всю ширину, то получается неприятная картинка, да, то есть у нас, она начинает, наша машинка повторяться. Для того, чтобы такого не было, нам нужно опять сюда, для такого размера сайта, загрузить картинку размером большего, то есть этот размер будет следующий. 1350 пикселей, то есть ширина этой картинки должна быть 1350 пикселей. Если вы загружаете картинку на сайт, который у вас идет во всю ширину, вот такой должна быть и картинка, 1350 пикселей. Вот такая вот должна быть ширина картинки. Так, я верну назад, выберу «Бокс лауд» и нажму «Сохранить». Итак, смотрите, по поводу работы с картинками. Все это дело сверну. В предыдущем одном из видео я показывал сервисы для того, чтобы работать с картинками. И сейчас я вам еще раз это покажу, потому что вам это понадобилось, как понадобилось и мне. Смотрите, нажимаете новую вкладку, и здесь набираете такое название сайта. Плюс джин.ком. Вот такое вот название сайта. Плюс джин.ком. Набираете, и у вас появится вот такой вот сайт. Далее, вы нажимаете на вот здесь вот такую надпись «Поддержка по видеокурсу». Далее, среди тут различных записей, вы находите запись сайта для работы с картинками и фото. И нажимаете на нее. Дальше, смотрите. Вот здесь вот будет первая ссылочка и надпись «Уменьшить-увеличить фото онлайн». Нажимаете на нее, и вы сразу попадете на сайт, где вы сможете загрузить любую картинку и изменить ее размер такой, какой вам нужен. И потом уже позагружать эту картинку на сайт и поэкспериментировать, как она будет выглядеть. Вот так сейчас я просто для примера быстренько покажу. Нажимаете «Открыть». Загружаете сюда любую картинку. Вот. Открыть. И теперь делаем следующее. Нажимаем кнопочку «Загрузить». Вот. Наша картинка загрузилась. Теперь, смотрите. Протянуем немножко вверх. Вот наша картинка загрузилась. Теперь вот здесь прописывайте, какая вам нужна ширина для вашего сайта. Смотрите. Если у вас сайт вот такого, вот такого, да, размера, то есть он у вас идет блоком, блок такой, да, то тогда вы, ширина картинки ваша должна быть 1170 пикселей, а высота примерно 600, либо чуть больше. С высотой можно экспериментировать. Вот. Ширина должна быть такой. Дальше. Если у вас дизайн сайта не такой, да, а дизайн сайта именно во всю ширину, то есть во всю ширину, как я до этого рассказывал, то тогда должно быть ширина картинки 1350. То есть вот такая должна быть ширина. Следующее, что вы делаете, вы нажимаете «Изменить размер». Вот. И потом протягиваете вниз, и вот этот файл, эту картинку скачиваете себе на компьютер. А потом устанавливаете на свой сайт, как это было показано ранее в этом видео. Итак, с заголовком и фоном разобрались. То есть, смотрите, я еще раз повторюсь для того, чтобы вам не ошибиться. Смотрите, если у вас сайт идет боксом, то есть такая колонка, то тогда здесь ширина картинки должна быть 1170, высота примерно 600 пикселей. Если у вас идет сайт во всю ширину, нет блока, вот такого вот нет этого блока и нет фона, а сайт идет во всю ширину, тогда ширина картинки 1350 пикселей. Высота тоже примерно 600. Вот. Это все, что я хотел вам рассказать в этом видео. С вами был Джин Лав. Увидимся в следующем уроке. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok